всем привет с вами канал my diy life и сегодня я не одна со мной мой муж игорь прошу любить и жаловать какое-то время назад я уже показывал вам вот эту беседку мы как раз делали фундамент для этой самой лестнице во влоге и спрашивала вас хотите ли вы чтобы мы вам показали постройку лестницы многие из вас проголосовали за и поэтому сегодня я для разнообразия поработаю оператором работать буду я смотрим первое что нужно сделать конечно же напилить все детали для будущей лестницы можно вручную но проще и быстрее электроинструментом при его наличии самое удобно в данном случае использовать торцовку она дает точный и аккуратный срез и легко пропиливает толстые доски на лестницу пошла та же доска из которой построена беседка с сечением 50 на 150 миллиметров лестница будет шириной 120 сантиметров из трех ступенек каждая глубиной 300 миллиметров и высотой 150 миллиметров это наиболее оптимальная глубина и высота чтобы лестница не получилось слишком крутой или неудобной для подъема вообще эргономика лестниц это тема для отдельного большого разговора при их проектировании очень много нюансов которые часто не учитываются и в итоге получается лестница как у нас на второй этаж с которой падали уже наверное все в нашей семье когда-нибудь обязательно ее переделай здесь конечно же все проще поскольку ступенек всего три но все же лучше даже эти три ступеньки сделать удобными далее следует шлифовка перед покраской немножко поиграем в деревянный конструктор и в черновую соберем лестницу пока без шурупов с двух сторон от лестницы будут расположены столбы которым позже будем крепить обшивку стен беседки их я ставлю на обвязку и для установки необходимо выбрать четверть ее удобнее всего выпиливать обычной ручной ножовкой все готово вроде бы небольшая лестница а деталей у нее немало все их предстоит покрасить вообще любую мебель или строение для открытого воздуха лучше красить именно так не после сборки готовые изделия а каждую деталь отдельно всю конструкцию ростверк лаги стропила и в том числе лестницу мы красили пенотек стандарт цвет тик кстати вопрос покрытием беседки решался у нас очень долго хотелось очень использовать масло осмо им красили свое время и крыльцо у дома и детский комплекс она просто шикарная по качеству и древесина сохраняет отличный вид очень долго лет восемь без перекраски точно остатками того масла что использовалось на крыльце мы в итоге покрыли столбы в беседке чтобы цвет сочетался со светло-серым дом но подумав и посчитав отказались от этой идеи на наш объем получалось но очень уж дорого решили покрыть пока самым простым пенотексом для нужного оттенка хотелось рыжевато-коричневый тон а потом покрыть бесцветным маслом но пол в беседке покрашен пару сезонов назад до сих пор отлично выглядит и думаю в итоге мы на нем и остановимся все детали красим со всех сторон особенно хорошо пропитывая торцы и трещины в два слоя с промежуточной просушкой около суток в итоге получается вот такой красивый насыщенный цвет готовим грунт для установки лестницы сначала размечаем место расположения лестницы колышками и ярким шнурком и по разметке копаем яму глубина примерно на два штыка лопаты здесь хорошая плодородная почва поэтому ее складывали на тент и позже используем ее где-нибудь в саду убираем колышки с разметкой и готовим основание высыпаем пару тачек щебнем разравниваем утрамбовываем и как следует проливаем водой сверху песок все те же манипуляции высыпаем несколько тачек разравниваем снова трамбуем импровизированной трамбовкой проливаем еще раз разравниваем и снова трамбуем это придется делать в несколько приемов постепенно наращивая слой основания пока высота песчаной подушки не дойдет до нужного уровня финальный слой снова щебень дальше фундамент нагрузка здесь небольшая поэтому в качестве фундамента мы обошлись бетонными плитками мощения укладываем три ряда плиток под будущую лестницу теперь можно все собирать начинаем с опор они состоят из четырех деталей три прямоугольных отрезка доски на которые будут опираться ступени и соединяет их между собой троепецевидная деталь крепим все на саморезы 6 на 80 миллиметров в нашем случае отрезки длиной восемьсот пятьдесят пятьсот пятьдесят и двести пятьдесят миллиметров чтобы ступени глубиной 300 миллиметров немножко выступали за их пределы размеры трапеции подбираются опытным путем таких опор понадобится три две по бокам и одна в центре чтобы ступени не провисали со временем на всех деталях ступени размечаем место установки на боковину разметку снизу будет видно плохо поэтому удобнее приклеить на эти места полоски малярного скотча с изнанки досок затем размечаем места для шурупов чтобы весь крепеж выглядел аккуратно строго по линиям и 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 теперь можно собрать все воедино устанавливаем ступень по разметке на боковины и прикручиваем сначала ту часть ступени которая поглубже умолч и Субтитры подогнал «Симон» Вторую доску ступени устанавливаем через небольшой промежуток, чтобы было куда стекать в воде, которая неизбежно будет попадать на ступени. Для этого можно взять любой тонкий материал – рейеку, кусок фанеры, кусочек арголита. Тут я не учел, что ступень свисает и саморез выйдет наружу. Пришлось разметить заново и дополнительно засверлить отверстие, чтобы доска не треснула, когда саморез войдет близко к краю. Прикручиваем так две нижних ступени. Верхнюю соберем попозже, после монтажа лестницы. Ставим наше творение на фундамент и понимаем, что оно выше, чем надо. Чтобы все выровнять, утапливаем бетонные плитки глубже в щебень. Чтобы лестница не расшаталась со временем, ее необходимо соединить с беседкой. В этом нам поможет вот такой мешок Деда Мороза, из которого мы извлекаем широкие металлические уголки. Крепим по два уголка на каждую опору, слева и справа по одной штуке. И вот теперь можно прикрутить оставшиеся детали в верхней ступени. Останется установить столбы и окончательно зашить пол. Изначально столбики у лестницы планировались большей высоты, но мы в очередной раз все переиначили и теперь придется их укоротить. Примеряем обшивку по месту для расчета нужной высоты столбиков. Размечаем и выпиливаем в доске места, где нужны вырезы под столбой беседки. С края можно обойтись лобзиком. А вот в центре пришлось помогать себе долотом и почищать стамеской. Вторую группу вырезов я делал уже без долота, просверлив по углам отверстия, чтобы повернуть пилку лобзика на 90 градусов. Подкрашиваем все вырезы. Здесь нужно красить очень аккуратно, чтобы не получилось потеков на уже покрашенную лицевую поверхность пола. Поэтому красим тампующими движениями и все потеки, если вдруг случатся, сразу снимаем тряпочкой. После того, как все высохнет, прикручиваем на законное место столбы к лагам беседки. Тут очень помогла угловая насадка к шуруповерту. Без нее пришлось бы подлезать снизу конструкции. И теперь прибиваем завершающие доски пола. Как и весь пол в беседке, эти доски крепим на гвозди 120 миллиметров. Саморезы в данном случае решили не использовать, так как из-за перепадов влажности и температуры в межсезонье, дерево меняет свои размеры и у саморезов часто отрываются головы. Ну а более прочный нержавеющий крепеж брать очень небюджетно. Последний гвоздь забит. Лестница получилась довольно монументальной и прочной, при этом достаточно простая конструктивно. Ступени лестницы это неиссякаемый источник для декорирования. Сюда можно будет поставить декоративные фонари, кашпо с цветами. Ну, конечно, места у нас маловато, особенно не разгуляешься, но парочку красивых штук поставлю сюда непременно. Я очень рада, что лестница у нас наконец-то есть. Мы довольно долго с ней тянули. Мы уже пользовались беседкой, приходилось прыгать наверх, совершать чудеса эквилибристики. Теперь вот можно наконец-то удобно подниматься в беседку. Но работы еще, конечно, много. Предстоит отделка стен и, самое главное, дорожка достаточно низко перед лестницей. И все время скапливается вода после дождя. Да, у нас тут ужасно грязно. У нас, тем более, в этом году какой-то такой год очень дождливый. Несколько раз были очень сильные ливни. И вот здесь у нас такая низина перед домом. Просто стояла вода несколько сантиметров. И здесь все превращалось просто в грязную кашу. Тем более, что у нас тут все еще куча земли лежит. И поэтому, конечно, прямо вот очень нужно сделать дорожку к беседке, чтобы ходить. Не носить грязь, во-первых, внутрь. Ну и просто по грязи ходить не очень приятно. У меня в планах перенести мозаику, которая у меня уже есть в виде солнышка. Я ее пару раз мельком вам показывала вот сюда при входе, перед ступеньками, чтобы было красивое такое панно при входе. Ну и дальше я хочу продлить дорожку, возможно, тоже мозаично. Будем продолжать обустраивать беседку и территорию вокруг нее. И, конечно, если вам будет это интересно, будем все это снимать и показывать вам. Если это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным, то не забудьте поддержать его большими пальчиками вверх и подпиской. Ну а на сегодня все. Всем пока!